Всем привет! Сегодня уже конец марта 24 года, Харьков. Видите, сколько бутонов выдает юбилейный. И их надо часть удалять. Но надо подождать, пока завяжется хотя бы один плодик, он будет видно такой. Ягода в середине зеленая. А эти дед уже постоянно удаляет. Видите, опять завязывается, завязывается, цветок будет. Вот это вот бутончик, цветок. И желательно прищипывать. Вот так оставлять несколько листиков молодых. Верхушки прищипывать, потому что уйдет юбилейный лимон, уйдет в небо. А теперь я вот для сравнения показываю. Видите, какой цветок. А это цветок уже апельсина. Юбилейный несколько крупнее цветок, чем цветок апельсина. Апельсин отжарский тоже надо вот эту вот часть удалять, все удалять. Потому что это лишняя нагрузка на растение. Но опять же, видите, тут веточка каждая. Почему дед укореняет, и каждая веточка начинает цвести уже, даже без листья. Видите. Мне надо листья получить, поэтому я вот так вот удаляю просто пальцами. Вот, смотрите, они осыпаются. Лишнее нам не надо. И здесь вот, смотрите, хорошая ветка под укоренение. Вот четыре листика. Плоды слабо оно вынесет. Надо хотя бы больше двадцати оставлять листья. Поэтому я удаляю такой цветонос. И дед использует землю, лишняя земля. Это джинура. Вот видите, какая маленькая. Вот в таком стаканчике. Джинура дед объел листья. Шпинат. Листья бога. У него называется джинура. У него нежные такие листочки. Видите, он здоровый какой вырастает. Его надо обрезать и укоренять. Или, или съедать. Но листики еще пойдут шпината. А это соломистая. Сок с нее только можно высасывать и все. И защищать. Вы видите, тут вообще две чайных ложки. Ну, одна столовая сверху, можно сказать, от земли. Стаканчик такой. Шпинат вот растет. А здесь литр. И не полностью литр. Видите, он примерно две трети вот земли здесь. Такую землю надо защищать. С оружием. В руках. Я использую бетоксибацилин. Это бактерии. Полезные бактерии. Которые убивают колорадского жука. Личинку найдут. Съедят ее всю. И смотрите, два, три процента рабочий раствор. На ведро воды на 10 литров. Это 200 миллилитров. Видите, в каких ведрах. В литровых ведрах старик выращивает. Такую землю надо защищать. Бороться за нее. Всеми силами использовать не только бактерии. Прохладно. У деда прохладно. Им надо прохладно. И я брызаю по листьям. Влажно создаю. Или здесь. Влага быстро высыхает. Испаряется. Но, как видите, здесь нет батарей. Все отключено. Должно быть им прохладно. А зимовка. Тогда они хорошо зацветают. Вот еще, видите. Остался такой бутон. Вот тоже надо удалить его. Много. Не надо ему стук. Он не вытянет. А эти веточки дед пустит на укоренение. Три-четыре листика хорошо укореняются. Апельсин. Укореняется также лимон. Это все культурные. Именно с этого срезанная веточка укорененная и будет плодоносить. Можете потренироваться с косточки. Но, я думаю, с косточки выращенный лимон в вашей жизни не хватит. Дождаться плоду. Есть один способ, как дождаться плоды. Это прививка. Прививка. Берете у деда веточку. Вот такую, вызревшими листьями. И здесь, чтобы почка была вызревшая. И прививаете ее. Спасибо, что были. С Харьковом. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok